В правительстве области соберут совещание по проблемам общественного транспорта в Челябинске после резонансной аварии с участием пассажирских пазов, который спровоцировал автокран. Сейчас в городе введен запрет на движение спецтехники. Он будет действовать до конца лета. По городским магистралям грузовикам нельзя ездить с 9 утра до 9 вечера. Цель одна, чтобы этот транспорт в городе не перемещался в дневное время, не нарушал движение основного транспорта, который будет перемещаться по городу Челябинску. Разработаны схемы совместно с ГИБДД, утверждены передвижения большегрузного транспорта. Не будет направлено движение в объезд со стороны города, будут выставлены аншлаги, будут предупреждены сотрудники ГИБДД. Ввести запрет на передвижение, погрузку и разгрузку крупногабаритной техники в дневное время потребовал глава региона Алексей Текслер из-за крупного ДТП в Ленинском районе. В пятницу на съезде с моста у автокрана предположительно отказали тормоза. Машина на огромной скорости сбила пешехода и протаранила три пассажирских паза. Травмы получили 9 человек. Трое остаются в больнице с ушибами и гематомами средней степени тяжести. Погибший пешеход был гражданином Узбекистана. Консульство страны совместно с узбекской диаспорой в Челябинске решает вопрос по отправке тела мужчины на родину. Стараемся через Москву выйти на фонд помощи трудовым мигрантам. Это Министерство труда и занятости внешней миграцией в республику Узбекистан. При помощи их мы хотим отправить тело погибшего на родину Ташкент. Узбекская диаспора в Челябинске собирает деньги для помощи в организации похорон. Их отправят в семье погибшего.